Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали, с тем, что у вас произошло. Пожалуй, начать я бы хотел с того, что вы сказали, что попадаю в неприятные для себя ситуации. То есть вы говорите как бы о них во множественном числе. Вы говорите о них во множественном числе, но при этом, при том, что вы говорите о них во множественном числе, И нам вы описываете ситуацию всего лишь навсего одну, вот именно нам. И это не больно, ну вот как это видеть мне, это рождает вопрос к вам. Так, ситуация была не единственная, а ситуация как бы была и ранее еще. Если да, то как она, например, проявлялась еще? Ну, эта ситуация. Если нет, если делать только в этой ситуации, делать только, ну вот, только именно в ней, то вопрос, который я хотел бы вам задать, заключается в том, почему вас эта ситуация так сильно, например, засыпила и так далее. То есть, на мой взгляд, это очень важный момент. Вот, то есть здесь, здесь, как мне видится, основной момент заключается в том, что вы обобщаете и делаете обобщение чересчур, на мой взгляд, ну... чересчур сильным, как это видится мне и как это представляется мне. Далее, вы описываете ситуацию, вы описываете ситуацию, при которой, значит, ваши коллеги по работе, по факту, получается, вас подставили. И здесь возникает вопрос, на мой взгляд. Произошло ли это впервые? Или, или подобные ситуации уже были с вами? То есть, были такие ситуации, когда коллеги вас вот так вот, можно сказать, подставляли, и вы оказывались в таких не очень хороших ситуациях. На мой взгляд, это важный момент, потому что именно на нем, именно в этом моменте кроется одна из основных причин, по которым вы, вполне возможно, ну, ведете себя неправильно. То есть, вы, как бы, думаете, что... Вы думаете, что подруги относятся к вам, например, хорошо? Вы думаете, что у вас с подругами все в порядке? Вы думаете, что вашим подругам можно доверять? А в действительности получается такая ситуация, что ваши коллеги, которые, они подруги, значит, по сути вас предают. И вот, собственно, это первый вопрос. Далее, если честно, не очень понятно, что вас так сильно впечатлило и задело. В этой конкретной ситуации, которую вы описываете, опять же, я вам сейчас постараюсь пояснить свои слова. Значит, были шутки, и шутки были неоднократные между вам и по поводу начальства. И о начальстве шутки практически всегда, и вряд ли можно говорить о том, что это какое-то ненормальное, неадекватное поведение. Ну, вряд ли. Давайте будем честны. Соответственно, да, ситуация произошла так, что на вас повесили, по сути, то, что вы не говорили. Но в действительности не важно, кто это сказал. Важно то, дойдет ли это на начальство. И важно то, как оно на это отреагирует. Я имею ввиду начальство. И вот здесь у меня к вам, опять же, вопрос. Как вы думаете, будет ли начальство разбираться с тем, кто это действительно сказал и так далее? Вот мне думаешь, что начальство разбираться не будет, потому что начальству все равно. Да, если бы оно услышано, может быть, у вас и были бы какие-то проблемы. Да. Может быть. Но, вы поймите, что начальство не услышало, оно не услышало и не могло услышать, а рассказывать ему вряд ли кто-то будет. Поэтому здесь, я думаю, вам не нужно форсировать события. И здесь вам не нужно, значит, как-то драматизировать ее. То есть, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли сейчас. Я хочу, чтобы вы постарались адекватно отнестись к тому, что случилось. Были обычные шутки, обычные, значит, приколы над начальником. И, в принципе, вряд ли, по моему мнению, можно было бы подумать здесь что-то другое. И мне совершенно непонятно, что вас так расстрогало. Либо вас расстрогало все-таки то, что подруги таких повесили на вас. А вот, то, что случилось, да, то есть, подруги повесили на вас, вот, данное обстоятельство. Или вам, честно говоря, всего переносить то, что вас выставили крайней во всей этой ситуации. Вы постараетесь определить все-таки, что же вы, что же вам, точнее, больше всего-то не понравилось. Что вас больше всего напрягло. Потому что, вот, пока не очень понятно, что именно вас за делом. Постарайтесь понять. Это на самом деле очень-очень важно. Чтобы вы это поняли. Чтобы вы в этом отдавались за себе отчет. Потому что, причина, именно причина, по которой вас это все задело, не ясна. Далее. Ага. Значит, вы спрашиваете, что делать? То есть, на мой взгляд, важный момент. Что делать с чем? Что делать с кем? То есть, если мы говорим о коллегах, то очевидно, что с коллегами лучше больше не шутить. То есть, если мы говорим о начальниках, начальстве, то, опять же, опять, опять же, опять же, если мы говорим про начальство именно, то начальство, оно не узнает, не узнает даже о том, что вы, там, что-то делали и так далее. Вот. То есть, нужно сперва, сперва и для начала, определить, что делать с чем? Что делать, чтобы что? Понимаете? Вот это, на мой взгляд, очень важный момент. Что делать, чтобы что? Чего вы хотите? К начальству идти, грубо говоря, или, значит, разбираться, кто чего сделал, кто как, почему поступил. Но я думаю, явно не стоит. То есть, с подругами выяснять момент на дне, ну, почему и, почему так с вами с вами поступили, да? Ну, тоже, по моему мнению, не имеет смысла, потому что они вас вряд ли поймут и вряд ли оценят. Вряд ли они адекватно отнесутся к тому, ну, к тому, вот, что вы сказали и к тому, что вы... Если вы что-то им скажете, в общем, будет, на мой взгляд, довольно серьезная проблема, если вы что-то им скажете. Тогда они вас не поймут и все. Если вы начальству что-то скажете, ну, тоже будут, ну, как мне это видится, тоже будет недопонимание. Вот. Так что, я рекомендую вам здесь, значит, подумать, подумать вообще о том, чего вы хотите сами. Сами для себя. Вот, чего вы хотите. Вот. Потому что это важный момент, на мой взгляд. На мой взгляд, это очень-очень важный момент. И вам этот момент нужно обязательно для себя определить. Вам этот момент нужно для себя обязательно выделить. Вот. Вот, в принципе, в принципе, то, что я вам хотел сказать. То есть, вопрос о том, что вам делать, исходит из того, чего вы хотите. что вам нужно во всей этой ситуации, вот так и нужно поступать. Я полагаю. И в будущем, в будущем, вот, что вам действительно не нужно делать, что вам действительно не стоит делать, так это того, чтобы доверять этим людям. Этим людям. Этим людям. Не стоит. Не стоит, знаете, как, смеяться, может быть, с ними, с ними, не стоит лишний раз, обсуждать, что там, доверять, что там, им доверять, не стоит, понимаете. Это мне представляется куда более правильной моделью поведения. Так, так, по крайней мере, вы не будете попадать в эти ситуации. Далее. И если вы считаете убедены, что попадаете в неприятные ситуации подобного рода уже не в первый раз, то в таком случае, если вы попадаете в такие ситуации не в первый раз, я рекомендую вам в этом случае отдельно подумать о том, как вы в эти ситуации попадаете. По факту. что заставляет вас снова и снова в них попадать. И тогда уже можно будет и определить, что вам делать, чтобы не попадали. А пока, пока вот так, вот так. Я на этом думаю можно закончить. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова